Добрый день, уважаемые участники сессии открытия серии виртуальных образовательных выставок российских университетов. Меня зовут Ольга Луценко. Я являюсь куратором данной выставки и помогаю ее участникам оперативно ориентироваться в инфраструктуре мероприятия и продуктивно проводить общение между ее участниками и посетителями. Во-первых, я хотела бы поблагодарить всех участников за то, что они нашли время для нашей сегодняшней церемонии открытия. И немного расскажу вам о нашем проекте aduadvisor.ru. В обостренных условиях пандемии и необходимости выйти за рамки традиционной вызывательной выставки мы разработали специальную сервисную платформу aduadvisor.ru для проведения на регулярной основе порядка 12-16 мероприятий в год виртуальных образовательных ярборок выставок. Наши выставки посвящаются всем российским вузам. Наша цель — повысить репутацию российских университетов среди зарубежных стран и продвинуть бренды российских учебных заведений среди потенциальных иностранных абитуриентов. Виртуальные выставки сегодня — это мощный маркетинговый инструмент. Такие мероприятия имеют ряд преимуществ. Во-первых, в отличие от живых контактных образовательных выставок, у участников виртуальных выставок есть возможность в рамках одного мероприятия или одного дня выйти на более широкую аудиторию потенциальных абитуриентов по всему миру. Во-вторых, виртуальная выставка дает ее участникам возможность установить партнерские отношения с зарубежными университетами за рамками выставки и обменяться опытом рекрутинга и успешного продвижения своих образовательных программ. Это тоже очень важно. В-третьих, кроме живого онлайн-общения с представителями вузов, потенциальные абитуриенты имеют возможность более подробно ознакомиться с цифровой инфраструктурой университета, просмотреть видеоролики для более детального представления о территории учебного заведения, условиях проживания в общежитии. На виртуальной площадке можно разместить полный перечень специальностей университета, максимально привлекательный для иностранных обучающихся, с их детальным описанием для предоставления максимальной информации для заинтересованного абитуриента. Следует отметить, что это также экономия времени вашего бюджета и отсутствие географической привязки. Можно участвовать в нескольких региональных международных выставках одновременно или последовательно. На данный момент на нашей выставке зарегистрировано около 15 тысяч посетителей из разных дружеств и для России стран, таких как Индия, Малайзия, Иран, Китай, Марокко, Алжир, Египет, ЮАР. То есть количество заинтересованных потенциальных абитуриентов ежедневно растет. Потенциальные студенты горят желанием посетить первую выставку ярмарка и желают пообщаться с представителями вузов онлайн уже сейчас. Они готовы это сделать, потому что наша выставка является единственным в своем роде масштабным, долгосрочным виртуальным мероприятием, целенаправленно продвигающим образовательный потенциал российских вузов. Конечно, пандемия внесла свои коррективы в работу всех высших учебных заведений нашей страны, и мы столкнулись с необходимостью выйти, крайне быстро, профессионально выйти в цифровой формат общения между абитуриентами и вузами. К сожалению, не все заинтересованные в участии в сет оказались готовы доставить качественный контент на иностранном языке для оформления виртуального стенда и подготовить к участию компетентного представителя. И в связи с этим, по многочисленным просьбам университетов, которые желают принять участие в нашей онлайн-выставке, но еще находятся в процессе разработки цифровой инфраструктуры, необходимых информационных материалов и их переводов на иностранные языки, мы изменили формат нашего мероприятия, запланированные на 17-18 сентября этого года, и предоставили возможность бесплатного участия в нашей первой пилотной выставке, которая пройдет в виде вебинаров от тех вузов, которые собрали необходимый рекламный материал в срок. Первая полноформатная запланированная выставка с обзором виртуальных стендов состоится 22-23 октября этого года. Вторая аналогичная выставка будет перенесена на 26-27 ноября 2020. Мы учитываем возможности российских вузов и рады помочь им достичь наилучшего результата от участия в наших мероприятиях. Сегодня, 17 сентября, мы выйдем в живое общение с абитуриентами и дадим им возможность узнать о российских вузах как можно больше при помощи специально подготовленных для этого вебинаров. Мы рады приветствовать представителей вузов, которые оказались готовы к участию в нашем сегодняшнем мероприятии, а также всех остальных представителей вузов, которые планируют принимать участие в последующих наших ежемесячных виртуальных выставках. И сегодня имеют возможность получить дополнительную информацию о правилах оформления виртуального стенда и узнать требования к участникам виртуальных выставок. Сегодня вебинары проведут 4 университета. Московский государственный университет им. Ломоносова, Южный федеральный университет, город Ростов-на-Дону, Российский университет дружбы народов и Нижегородский государственный университет Добролюбова. Давайте поприветствуем нашего участника церемонии открытия, доктора медицинских наук, профессора Сичинского университета, эксперта в области международного маркетинга образовательных услуг Глазачева Олега Станиславовича. Олег Станиславович, здравствуйте. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего события, коллеги, дамы и господа. Рад приветствовать вас на церемонии открытия и презентации нашего совместного проекта «Диоадвайзер» по организации международных образовательных онлайн-выставок российских университетов. Все мы видим, как стремительно меняется наш мир, все сферы жизни, новые информационные технологии, цифровизации разных отраслей экономики, общественной жизни и, конечно, сферы образования. Пандемия коронавируса придала новый импульс этим процессам. И у всех, связанных в той или иной степени с образованием, на слуху такие новые, казалось бы, еще недавно термины, как МОКИ, онлайн-курсы, которые имплементируются в различные образовательные программы, открытые образовательные платформы и так далее. Эти тенденции закономерно распространяются и на сферу рынка образовательных услуг, формирование каждым вузом своих стратегий и практик рекрутинга иностранных абитуриентов, промотирование преимуществ отдельных университетов, их образовательных программ, кампусов для иностранных абитуриентов. Участвуя в организации проведения международных образовательных выставок в разных странах последние шесть лет, мы отмечаем, что фактически все крупные агентства и рекрутинговые компании, и компании, организующие такие выставки, они переходят на миксирование, на внедрение технологий виртуальной реальности. Это и организация онлайн-конференций вместе с конференциями офлайн, это виртуальные выставки, ярмарки, это вебинары с потенциальными абитуриентами в отдельных регионах и странах, со школьниками. Наверняка вы знакомы и получаете информационный материал от таких известных информационных гигантов в области образования, как Эдутрекс, Соединенные Штаты Америки, FPP, Эдумедиа, Beijing Group, ICF. Но эти агентства в основном ориентированы на привлечение абитуриентов в зарубежные вузы. Эдутрекс исключительно работает на рекрутинг студентов в вузы Соединенных Штатов Америки, другие агентства работают с российскими абитуриентами для привлечения, и абитуриентами стран СНГ для привлечения их к обучению в зарубежных вузах. И, как правило, для российских вузов участие в этих выставках, которые проводятся этими агентствами, как правило, было всегда достаточно затратно, участие в них достаточно дорого, но и малоэффективно. Видя разрывы в построении рекрутинговых компаний для российских вузов, мы в тесном сотрудничестве с компанией Simantex United разработали уникальную платформу, которую сегодня мы и презентуем – Adio Advisor. Ну, хотелось бы сказать, что компания Simantex United более 20 лет работает на рынке образовательных услуг, в частности, международного рекрутинга. За этот период сумели привлечь к обучению и обеспечивают сервис студентов, иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, и количество этих студентов приближается уже к 6 тысячам. Эта платформа позволяет, прежде всего, презентовать преимущества российского образования и отдельных образовательных программ российских университетов в странах и регионах, где образование в России, в российских вузах всегда пользовалось высоким авторитетом. Это, конечно, регионы Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Персидского залива, Северной Африки, Центральной Африки. И предлагаемая, презентуемая сегодня платформа – это не только виртуальный стенд университета, но это актуальная рабочая площадка для сотрудников университета, для онлайн-общения с потенциальными абитуриентами. Это и текстовые, и видеочаты в дни конференции, это фиксированные вебинары, это обмен комментами, и это постконференции, конференциальное обслуживание. УЗы получат, собственно, портфолио всех заинтересованных посетителей их стенда для дальнейшей активной работы с потенциальными абитуриентами. Конечно, мы ориентируемся уже сегодня, ориентируемся на рекрутинговую кампанию 2021. И презентуя запуск проекта IDO Advisor, мы хотели бы отметить, что работы по его созданию, привлечению заинтересованной аудитории ведутся уже более шести месяцев, полгода. Это и задействованные социальные сети в целевых странах, это различные медиасредства, что и позволило привлечь в настоящее время более 15 тысяч потенциальных и зарегистрированных абитуриентов 2021. Особенное преимущество разработанной платформы – это его работа совместно с также достаточно оригинальным и мобильным приложением, которое имеет свой логотип, имеет название Study in Russia. Это приложение разработано для платформ iOS и Android, и оно интегрировано в систему IDO Advisor. Потенциальный абитуриент, используя это мобильное приложение, может получать необходимую информацию об образовательных программах отдельных вузов. Это программа, которая обеспечивает доступ к информации о зарегистрированных в ней российских вузах для иностранных потенциальных абитуриентов. Ну, как говорится, всегда и везде. Если они имеют мобильный телефон, планшет, лаптоп, смартфон, есть точка доступа в интернет, они могут получать эту информацию, посылать вопросы представителям вуза, отсылать свои документы для прескрининга, для предварительной оценки их документов об образовании, консультирования их, а также эта платформа, это мобильное приложение, оно доступно для контакта с потенциальными веб-трентами и вне сроков виртуальных выставок. То есть действительно всегда и везде. Хотелось бы отметить, что запуская вот этот проект, мы вместе с вами делаем только первые шаги вот в области виртуальной, собственно, реальности в организации рекрутинговых компаний для отдельных вузов. Конечно, требуется и для нас, и для вас приобретение новых навыков, новых компетенций для успешного конкурирования в работе за будущих абитуриентов. Здесь бы я отметил, конечно, представление и подготовка качественных иллюстративных материалов образовательного потенциала у каждого вуза. Это грамотная презентация образовательных программ, которые, собственно, и пользуются наибольшей популярностью среди иностранных студентов, среди иностранных абитуриентов, особенно реализуемых на иностранных языках, прежде всего на английском языке, поскольку именно таких запросов максимальное количество. Это, конечно, видеоматериалы по инфраструктуре университета, которые отражают имеющуюся англоязычную комфортную среду для иностранных студентов. И, конечно же, это, собственно, на площадке виртуальных выставок представители университета, спикеры, которые ведут вебинар достаточно квалифицированный и умеющий на, собственно, английском языке выгодно представить каждую университет. Ну, я думаю, что мы позже сможем продемонстрировать все возможности, собственно, совместного использования и платформы AdiAdvisor, и мобильного приложения. В заключении хотел бы сказать, что вместе с вами мы входим в новую реальность организации процессов рекрутинга, привлечения и сервис иностранных студентов в российских вузах. И я думаю, что вместе на этом пути мы можем добиться существенного, значительного прогресса достаточно быстро, если мы организованно запустим проект AdiAdvisor. Поздравляю вас с открытием этого проекта. Спасибо за внимание. Слово в нашей церемонии открытия предоставляется председателю Инкорвуза, проректору по международной деятельности Российского университета дружбы народов, Ефимова Ларисе Ивановне. Лариса Ивановна, здравствуйте. Лариса Ивановна. Я хочу благодарить разработчиков проекта за то, что в России создана, ну вот, своя российская виртуальная выставочно-презентационная платформа. В условиях ковида, да и в целом на перспективу, это очень важная составляющая поддержка экспорта российских образовательных услуг. И я думаю, что мы каждый на этой платформе будем работать, будем презентовать свои результаты труда и набирать иностранных студентов, но мне бы хотелось подчеркнуть, что нам нужно объединить усилия и научиться работать в виртуальном пространстве и показывать в целом не только лицо своих собственных университетов, но и показывать лицо системы высшего образования и вместе как раз выполнять наши показатели проекта по экспорту образования. Со своей стороны и как РУДН, и как председатель Инкарвуза, я хочу поддержать разработчиков. Действительно, вы сделали за короткий промежуток времени очень хорошую продуктивную платформу. Безусловно, я думаю, что в этой части практически вас не только через свои ВУЗы, но я председатель в российских советских ВУЗах Инкарвуз. Спасибо большое, что дали слово, и мы будем активными участниками вашего проекта. Спасибо. Спасибо, Лариса Ивановна. Привестанное слово переходит к представителю Московского государственного университета имени Ломоносова, заместителю проектора управления развития и интернационализации Меркушевой Ольге Андреевны. Ольга Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо большое за предоставленную возможность выступить. Для меня большая честь сегодня представлять МГУ на этом мероприятии. Прежде всего, конечно, я хотела бы поблагодарить организаторов этого виртуального события выставки за большую проделанную работу, как уже было отмечено в очень короткие сроки, и за возможность сегодня встретиться с вами, чтобы немного отменяться опытом, и, конечно, рассказать иностранным абитуриентам о Московском университете. Да, как уже, мне кажется, все отметили, этот год действительно оказался очень сложным. Он и ставил, и продолжает ставить перед нами новые вызовы, и этот опыт, он индивидуален для каждого вуза, но, конечно, это наша общая задача, как можно более активно внедрять новые технологии и в процессе рекрутинга и привлечения студентов, и в процессе обучения студентов, и в адаптации их к жизни в университете. Я немножко просто поделюсь нашим опытом МГУ, что сделали мы за прошедшие полгода. Вот в этом году впервые вся приемная кампания, как привлечение иностранных абитуриентов, так и приема документов проходила в онлайн-формате, начиная с дистанционного дня открытых дверей, далее была запущена система, она называется веб-анкета, где абитуриенты могли подавать документы полностью онлайн, полностью онлайн прошли все экзамены, и на выходе мы получили больше заявлений, чем это было обычно, более 9 тысяч заявлений от иностранных абитуриентов, и около 2 тысяч сейчас у нас поступили в МГУ на различные образовательные программы. Свою роль, конечно, в этом сыграло и то, что у нас увеличилось количество программ на английском языке, их сейчас в МГУ 12, они абсолютно по разным направлениям, начиная от ядерной физики и заканчивая менеджментом и маркетингом. Что еще я хочу сказать? Ну, конечно, большинство иностранных студентов сейчас приступили к обучению дистанционно, и следующая наша задача и наш большой проект связан с тем, что мы открыли онлайн-портал для иностранных студентов, на котором собрана вся нужная и важная для них информация. Это работает система студенческой поддержки, так называемая, body system, когда волонтеры помогают иностранным студентам на данном этапе разобраться в системе онлайн-обучения и просто познакомиться с однокурсниками, далее будут помогать уже адаптироваться к жизни в России. И это очень живой такой работающий проект, подключились все факультеты МГУ, это 41 факультет, и проводят также на этом площадке собственные мероприятия. И, конечно, участие в сегодняшнем мероприятии, и в дальнейшем мы планируем создать полноценный стенд МГУ и принять участие и 23 октября уже в большой выставке. Это тоже для нас, с одной стороны, новый опыт, с другой стороны, очень важный новый этап. И в связи с этим я желаю всем нам сегодня успехов, успехов в течение года в привлечении талантливых и способных иностранных студентов и прекрасного приема 2021 года. Так что всем удачи, всех поздравляю с открытием этого мероприятия. Спасибо, Ольга Андреевна, за выступление. Сейчас мы переходим к промо-ролику части нашей выставки и расскажем вузову о том, как правильно оформить виртуальный стенд университета. Представитель проекта, Эдюэдвайзер Анар Рзаев, выложит на обозрение пример успешно оформленного стенда и пошагово объяснит его заполнение для большей наглядности. Анар имеет большой опыт проведения международных выставок. Он большую часть провел за границей, разговаривает на английском языке, но сегодня для нашей конференции он попытается озвучить ее на русском языке. У него есть успешный опыт проведения международных выставок в Алжире и Тунисе. Анар, пожалуйста. Спасибо, Анар. Анар очень переживала, что не сможет донести до нас эту информацию на русском языке, но я считаю, что у него неплохо получилось. Спасибо. Сейчас мы хотели бы передать слово проректору по международному образованию Сеченского университета, доктору медицинских наук Ходоковой Ольге Владимировне. Ольга Владимировна, здравствуйте. Сегодня, уважаемые коллеги, позвольте поприветствовать вас, участников этого пилотного проекта, поблагодарить организаторов и партнеров, которые принимали участие в подготовке к этому мероприятию, ну и, конечно, выразить надежду, что такие встречи, они действительно будут проходить на постоянной основе, вот так, как нам сейчас рассказывают организаторы с периодичностью в один месяц и с возможностью представлять материалы об университете на тех стендах интерактивных, которые максимально позволят донести информацию до студентов. Позвольте поприветствовать вас от имени ректора Сеченского университета Академика Петра Витальевича Глыбочка. Дело в том, что Сеченовский университет, первый московский медицинский университет Минздрава России, является крупнейшим вузом в системе медицинского образования, и на сегодняшний день наш общий контингент иностранных обучающихся составляет более 4,5 тысяч человек. Необходимо отметить, что это все уровни образования, которые на сегодняшний день реализуются в образовательных организациях высшего образования, в том числе, включая подготовительные программы и предуниверсария, и подготовительные программы для поступления в ВУЗ, программы среднего образования, и, конечно же, основной аспект – это программы специалитета. В этом году по результатам приемной комиссии 2020 года, новацией учебного года стала реализация программ-ординатуры на английском языке для иностранных обучающихся, и на сегодняшний день у нас практически завершен прием документов, и ординаторы, то есть это тот уровень, который позволяет получить клиническую специальность в медицинском образовании, они уже приступили к обучению на программах-ординатуры. Мы планируем продолжать увеличивать объем обучения, естественно, поддерживая самое высокое качество образовательных программ, ну и готовы делиться своим опытом, готовы слушать, слышать о тех лучших вузовских практиках, которые будут представлены, ну и, конечно же, готовы к разным формам сотрудничества. Позвольте еще раз поблагодарить, наш день участия – это завтра, мы выступим с докладом, подготовили его, и надеемся, что следующий год приемная кампания 2021 года, она уменьшается успехом, и мы получим не просто количественно, но и качественно подготовленных ребят, абитуриентов, которые готовы и мотивированы обучаться в наших вузах и готовы получить те специальности, которые мы им предлагаем. Спасибо большое. Спасибо, Ольга Андреевна, за Вашу речь. Сейчас заключительное слово переходит к нашему спонсору, генеральному директору Британского страхового дома, Науменко Петру Алексеевичу. Петр Алексеевич, здравствуйте. Добрый день, уважаемые представители университета, дорогие студенты и абитуриенты. От себя лично, а также от имени компании «Британский страховой дом» благодарю организаторов за приглашение поучаствовать в данной виртуальной образовательной выставке. Прежде всего, мне хотелось бы с гордостью сказать, что Россия признанный мировой лидер в подготовке специалистов как математических и естественно-научных областей, так и творческих профессий. Ежегодно в Россию приезжают учиться студенты со всего мира, и они уверены, что получат все необходимые знания по выбранной специальности. Сложившаяся в мире сложная ситуация, связанная с пандемией и распространением коронавирусной инфекции, не только повлияла на здоровье людей по всему миру, но и внесла коррективы практически во все сферы жизни и сектора экономики. Мы, как страховая компания, ощутили это на своем собственном примере, так и на примере наших клиентов и партнеров. Нам всем пришлось учиться жить и работать в новой реальности. Ограничительные меры были приняты по всему миру, самоизоляция, масочный режим, и мир уже не будет таким, как был прежде. В частности, многие коммуникации перешли в цифровой формат. Я не берусь судить, хорошо это или плохо, однако с уверенностью могу сказать, что полностью перейти на онлайн-общение во всех сферах жизни вряд ли возможно. И в первую очередь это касается образования. Очень рад, что в настоящий момент и метеорологическая ситуация в России относительно спокойна по сравнению с другими странами мира. Мы наиболее безболезненно пережили пик коронавирусной инфекции, на пороге массовая вакцинация. Предпринятые меры и текущая ситуация в нашей стране позволили российским студентам и школьникам начать учебный год в традиционном очном формате. Что касается иностранных студентов, то, по имеющейся у меня информации, свыше 100 тысяч из них в настоящий момент не въехали на территорию России для обучения в вузах из-за введенного еще в марте запрета на въезд иностранных граждан. Решение о допуске обучающихся пока не принято из-за эпидемиологической ситуации в странах, студенты которых не могут въехать в Россию на обучение. Если студент является гражданином той страны, с которой пока не восстановлены международные сообщения, то на сегодняшний день он имеет возможность только дистанционного обучения. Средства массовой информации нам сообщают, что иностранным студентам могут разрешить въехать на территорию России для получения образования и продолжения обучения в российских вузах, но для этого вносятся в настоящее время изменения в соответствующее распоряжение. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, вопрос о возвращении иностранных студентов, обучающихся в России, планируется решить в ближайшее время. Предполагается, что в 2020-2021 учебном году иностранные студенты, учащиеся в российских вузах, будут допускаться к учебе только после 14-дневного карантина и сдачи теста на коронавирус. Эти новшества связаны с мерами, которые предпринимаются с целью снижения рисков распространения COVID-19. Однако и ранее российское законодательство устанавливало четкие требования к иностранным студентам для обеспечения их здоровья в период нахождения на территории нашей страны. Так, законодательство четко регламентирует въезд и выезд иностранных лиц, желающих обучаться в российских вузах. Помимо основного пакета документов, иностранный студент должен иметь на руках полис добровольного медицинского страхования, который обеспечит ему медицинское обслуживание на весь период пребывания на территории нашей страны. Компания «Британский страховой дом» уже много лет осуществляет добровольное медицинское страхование иностранных студентов. У нас застрахованы студенты более 70 российских вузов. Наша компания имеет свои традиции взаимоотношения с клиентами, страхователями и застрахованными лицами. Наш девиз «Берегите самое дорогое» и для нас это не пустые и красивые слова. Мы искренне считаем, что самое дорогое – это прежде всего здоровье. Поэтому наши программы медицинского страхования работают именно так, чтобы обеспечить всестороннюю защиту здоровья наших застрахованных лиц. Дорогим мы также считаем нашу репутацию и добрые отношения с партнерами. Это позволило нам выстроить партнерские отношения с большим количеством вузов, руководство которых доверяет нам заботу о здоровье своих студентов. Все условия и программы добровольного медицинского страхования мы согласовываем с деканатами или ректоратами вузов, при необходимости разрабатываем индивидуальные программы для конкретных вузов. Программа добровольного медицинского страхования, которую мы предлагаем иностранным студентам, включает в себя амбулаторно-поликлиническую помощь, лабораторно-диагностические исследования, восстановительное лечение в амбулаторно-поликлинических условиях, экстренную стоматологическую помощь, помощь на дому, скорую медицинскую помощь и экстренную госпитализацию. Думать о плохом, конечно, не хочется никому, тем более молодой и активной молодежи. Однако, к сожалению, в жизни мы сталкиваемся с неожиданностями и не всегда приятными, иногда даже трагическими. В связи с этим мы разработали дополнительную программу страхования под названием «Студент», которая включает в себя страхование от несчастных случаев, а именно на случай частичной утраты трудоспособности или смерти в результате несчастного случая, а также медико-транспортную репатриацию. В сложной ситуации, связанной с распространением COVID, в связи с необходимостью 14-дневного карантина по приезду на территории Российской Федерации и сдачей теста на коронавирус, мы также предлагаем студентам дополнительную программу медицинского страхования на период карантина. Она включает в себя те же самые медицинские услуги, что и в стандартной программе, с той лишь разницей, что оказываются они по месту нахождения студентов в период его самоизоляции. В данную дополнительную программу может быть также включен анализ на коронавирус, который необходим для того, чтобы приступить к учебе в университете в очной форме. Мы стараемся оказывать иностранным студентам всестороннюю поддержку, понимая, что им не всегда просто ориентироваться в чужой стране, тем более если возникают неожиданные проблемы со здоровьем, да и знания русского языка не у всех на высшем уровне. Так, иностранным студентам наша компания предоставляет круглосуточную специализированную студенческую консультационно-диспетчерскую медицинскую сервисную службу. Студенты могут получить любую информацию, связанную с медицинским обслуживанием по телефону. Программы медицинского страхования для студентов реализуются только с проверенными лечебно-профилактическими учреждениями. Тем не менее, со своей стороны мы осуществляем регулярный контроль за тем, чтобы медицинские услуги были оказаны студенту качественно и в полном объеме. Если же вдруг возникают конфликтные или спорные ситуации, специалисты компании «Британский страховой дом» помогают их урегулировать и осуществляют защиту прав застрахованных студентов. Полисы в нашей компании студенты могут оформить разными способами. В офисе Британского страхового дома, в своем учебном заведении или на нашем официальном сайте. Мне хотелось бы напомнить, что по российскому законодательству иностранные граждане обязаны иметь полис добровольного медицинского страхования с первого дня пребывания на территории Российской Федерации. В связи с тем, что мы заботимся о своих клиентах в период сложной ситуации, связанной с распространением коронавируса, мы предлагаем иностранным гражданам, абитуриентам и студентам оформлять полисы добровольного медицинского страхования еще до уезда на территорию Российской Федерации. Это обеспечит их надлежащей защитой сразу с момента пересечения границы нашей страны. Уважаемые участники виртуальной образовательной выставки, на этом я хочу закончить свое выступление и благодарю вас за внимание. Напоследок хочу сказать, что все мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди не только нашей страны, но и всего мира получили хорошее образование и имели крепкое здоровье. Все мы, каждый со своей стороны, в меру своих сил и возможностей способствуем этому и будем способствовать в дальнейшем. Если у кого-то из вас есть предложение по обеспечению иностранных студентов дополнительной страховой защитой в период их пребывания на территории нашей страны, мы всегда открыты к обсуждению. Если у вас какие-либо вопросы, то я готов на них ответить. Спасибо. Спасибо, Петр Алексеевич. Сейчас хотели бы передать заключительное слово, вернуть его глазачью Олегу Станиславовичу, который расскажет нам о приложении Stadia in Russia более подробно, потому что в первой части нашего выпуска у нас не было такой возможности. Пожалуйста. Олег Станиславович. Я хотел бы продемонстрировать маленький видеоролик мобильного приложения Stadia in Russia. В настоящее время здесь зарегистрированы и представлена информация о восьми университетах российских. Вы видите, это приложение на английском языке, пока на одном. Стеченовский университет, РУДН, Воронежский медицинский университет, Ульяновский государственный университет, Медицинский университет Твери, Саратово, Воронежский университет, Первый медицинский университет Санкт-Петербурга. В приложении студент может найти информацию о российских ВОЗах, если он откроет, собственно, конкретный ВОЗ. Здесь есть краткое описание, информация об инфраструктуре, где каждую из ссылок можно открыть, она должна быть заполнена. Далее идет перечень направлений и образовательных программ, которые обеспечивают тот или иной университет. Студент может увидеть более подробное описание каждой программы, если он выбирает ее в данном случае. На примере, собственно, РУДН, Университета Дружбы Народов, здесь же он может также заполнить Application Form, то есть он может заполнить все свои данные и оставить информацию для связи с ним уже, собственно, представителем университета. Используя это приложение, также потенциальный бетурент может выйти в опцию «Выбор направления подготовки образовательной программы», выбирая среди программ бакалавриата, магистратуры, специалитет, также резидентуры и аспирантуры. В зависимости от специализации он также выбирает нужную программу и в этом случае предоставляются вузы, которые обеспечивают эти образовательные программы. Далее он уже может перейти к вузу, либо заполнить, собственно, свой профиль в этом мобильном приложении. И только при заполнении профиля ему открывается доступ ко всем возможностям этого приложения, то есть просмотр образовательных программ, университетов, их инфраструктуры, кампусов и так далее. Пока это приложение работает на двух языках, русском и английском, его можно скачать в Apple Store, также он доступен на Android. Но, опять же, полноценное пользование этим приложением возможно при регистрации, то есть внесении, собственно, своих регистрационных данных. Это еще один дополнительный маркетинговый инструмент, который позволяет, собственно, начать рекрутинговую кампанию 2021 года уже сейчас, не дожидаясь проведения следующей нашей виртуальной выставки. И в этом случае каждый университет, зарегистрированный и представленный в этом мобильном приложении, и его, собственно, представители, кто занимается, собственно, международным рекрутингом, может целенаправленно готовить, собственно, контингент потенциальных абитуриентов уже с сегодняшнего дня. Приложение это дорабатывается. Мы с удовольствием вас примем и примем ваши предложения, вашу критику. Я думаю, что это дополнительный инструмент для промотирования нашего, будем считать, совместного проекта международных виртуальных выставок. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, хотел бы еще раз сказать, что если у вас возникло или, собственно, укрепилось желание принимать участие в виртуальных выставках, АНАР и наши технические специалисты будут готовы оказать вам всяческую консультативную помощь и поддержку для правильного и, собственно, наполнения вашего виртуального стенда и продуктивного участия в выставке, которую мы планируем в октябре. Спасибо за внимание. Спасибо, Олег Станиславович. Хотелось бы поблагодарить всех за сегодняшнее участие в нашем мероприятии. Мы будем рады приветствовать наши уважаемые вузы на нашем следующем основном мероприятии, которое пройдет 22-23 октября 2020 года. Всем спасибо. Сейчас небольшая техническая пауза, и мы приступим к вебинарам. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»